Опять же, по той же статистике, сахар стали есть, ну, представьте, ещё 100 лет назад средний россиянин потреблял 4 килограмма сахара в год. Сейчас гораздо больше. Соли стали есть больше, мясные продукты, просто количество съедаемого мяса в России выросло в разы. Раньше мясо, на самом деле, в семье какого-нибудь рабочего елось по большим праздникам. То есть, все мифы о том, что при царе рабочие жили хорошо и питались хорошо, это мифы. Это сейчас, не знаю, кто-то распускает, непонятно для чего. На самом деле, питание было крайне скудное, и питались люди плохо. Это, с одной стороны, минус, но, с другой стороны, болезни суставов было чуть меньше. И не только, наверное, болезни суставов, да, говорят про подагру. Это болезнь аристократов и излишка питания и возлияния. Если раньше болели подагры действительно только богатые люди, которые могли себе позволить есть мясо каждый день, то сейчас подагра стала вообще распространенным заболеванием. И, что удивительно, раньше не было подагры женщин. Сейчас появилась даже подагра женщин, хотя она, конечно, мягче протекает, чем у мужчин. Не так явно, но все-таки появилась. Ну, тоже можно сказать о панкреатите, который в голодные годы практически не ставил такой диагноз, а сейчас сплошь и рядом. Ну, нам сегодня интересно больше суставов, и все-таки часто очень употребляют термин артрит. Артрит связан с артрозом. Это его стадия начальная или они вообще два разных заболевания? Нет, это два разных заболевания. То есть, если артроз, то, что мы говорим, постепенно развивающиеся заболевания, которые чаще всего встречаются у людей старше 50-55, ну, и нарастает там к 70 годам, то артрит может возникнуть у совершенно молодого человека. Бывают артриты у детей даже. Это резкое воспаление суставов, ну, которое возникло в результате сбоя иммунной системы, в первую очередь. То есть, врачи и ученые до сих пор спорят, что именно приводит к артриту. Но очевидно, что большинство артритов носят характер такого сбоя иммунной системы, когда иммунные клетки начинают атаковать свой сустав, они его воспринимают как врага. Собственные ткани пожирать, ага. Не пожирать, они выстреливают такими, скажем, веществами воспалительными, ну, будем так условно говорить. И, конечно, артрит протекает гораздо тяжелее, чем артроз. Артроз, ведь его если вовремя не схватить, сейчас, в общем, довольно прилично лечится, особенно это касается коленей, тазобедрные потруднее. Есть ли у артроза специфические симптомы? Как человек может понять, что у него это заболевание? Ну, в первую очередь, еще раз, вот даже любой пациент может поставить себе, ну, хотя бы подобие диагноза, понять, по крайней мере, что происходит по таким признакам. То есть, во-первых, артроз всегда начинается постепенно. То есть, если вдруг сустав заболел в одну секунду неожиданно, то это не артроз. Например, резко прострелил колено, ну, скорее всего, это мениск. Резко прострелил там тазобедрный сустав, то это, скорее всего, может быть, есть такое заболевание неприятное, инфаркт сустава. То есть, артроз, он начинается постепенно. И люди 10 лет порой не приходят к врачу, иногда 15 не приходят. А приходят уже тогда, когда сустав разрушился. Поэтому всегда мы говорим, конечно, не тяните. Начал сустав болеть, не надо доводить, чтобы он развалился полностью. Лучше прийти, чем раньше пришел, тем проще его вылечить. Тем более на нынешнем этапе современной медицины. То есть, еще раз говорю, артроз – это первое постепенное развитие. Следующий симптом довольно характерный – это ограничение подвижности. То есть, сустав начинает хуже сгибаться. То есть, если коленка, то вдруг оно перестает сгибаться полностью. Если это тазобедрный сустав, нога в сторону плохо отводится. То есть, очень важный симптом – обратить внимание людям надо. Если у них нога в сторону плохо отводится, еще и шнурок человеку трудно завязывать. Ему трудно клониться, завязываются шнурки. Это, скорее всего, ну, скажем, если еще и нога плохо отводится, то это, скорее всего, артроз тазобедрного сустава. То есть, на такие вещи надо обращать внимание. Обязательно. Павел Валерьевич, Вы пишете книги на эту тему. Естественно, у Вас очень много накопилось советов и рекомендаций. Все мы озвучить не сможем. Основные рекомендации для людей, которые имеют уже такой диагноз артроз. Что им не рекомендуется делать, а что, наоборот, полезно? Вот здесь наши рекомендации порой бывают довольно непонятными для пациентов. То есть, с одной стороны, мы говорим пациенту, что надо уменьшить нагрузку на ноги. То есть, надо перестать, ну, во-первых, приседать, сидеть на корточках. То есть, ковыряться в огороде очень нездорово для больных суставов, особенно для коленных. Не надо сустав напрягать, например, не надо ходить через боль. То есть, пошел, прошелся, чувствуешь, заболел. Лучше присесть, отдохнуть. То есть, с одной стороны, вот такую кардинальную нагрузку надо уменьшить. Особенно исключить всякие прыжки, бег, сидение на корточках и приседания. Но при этом мы пациенту объясняем, что артроз невозможно вылечить без гимнастики. Только эта гимнастика должна быть прямо противоположна тому, что принято. Обычно гимнастику делают как? Так, человек встал и как попало, помахал ругами и ногами. В быстром темпе, что-то куда-то быстро, быстро, быстро. Вот эта гимнастика 20-летних, человека с артрозом, который, как правило, уже не молот, она ему категорически не подходит. То есть, гимнастику при артрозе надо делать крайне медленно. То есть, плавное движение вверх, плавное движение вниз. То есть, никаких вот этих рывковых движений. И главный критерий – делаем плавный и до тех пор, чтобы не возникли болевые ощущения. Так. Возникло болевое ощущение, полежал, отдохнул. Это первое. Второе. Ну, сейчас постоянно ведутся споры, помогают ли лекарства при артрозе или не помогают. Вот у нас телеведущая есть на центральных каналах. Она то говорит, что эти препараты полезны, то, видимо, как-то её там убедят. Она говорит, что бесполезны. То есть, вот у неё мнение колеблется. А все вместе с ней, зрители, кидаются. То их пить, то прекращают пить. На самом деле, безусловно, есть препараты, которые называются хондропротекторы. Ну, то есть, те препараты, которые питают хрящ. Их сейчас довольно много. Их пьют долго. И, безусловно, они хрящ постепенно наращивают. То есть, что бы мне ни рассказывали вот такие деятели от медицины, недоучившиеся. Да, я как врач-практик могу сказать, что если человек долго и, так сказать, правильно пьёт эти препараты в правильных дозах, постепенно хрящ останавливается. То есть, эти препараты однозначно помогают. Но ещё раз говорю, я всех пациентов предупреждаю. Если вы не будете делать специальную гимнастику, которая будет прокачивать кровообращение по больной ноге, например, бесполезно лечиться. Тогда даже не начинайте. Сдавайте хирургам, пусть они вам отрезают сустав и ставят железный. И пациент приходит, я вот чётко вижу по своим пациентам, этот гимнастику делает, этот не делает. Меня всегда спрашивают, а как вы знаете, что я не делал гимнастику? Я говорю, вы же не делали? Не делал. Откуда вы знаете? Да оттуда, что по состоянию мышц, по состоянию кровообращения ноги я вижу, что сустав не прокачивался. А если нет прокачки кровообращения по суставу, то просто не уносятся вот эти вещества, продукты распада из колена или там остеозабинного сустава, которые в нём скапливаются. Опять же, нет гимнастики, значит, не поступают питательные вещества в сустав. Даже если вы пьёте лекарства, им надо помочь до сустава дойти. Как это сделать? Да вот с всё теми же упражнениями. Да, это тяжело. 30-35 минут каждый день надо работать. Проще для некоторых людей сдаться хирургу. Ну, на самом деле, они просто не могут оценить ситуацию, которая может сложиться после операции. Тоже большой труд. Реабилитация после операции и другие вещи. Мне кажется, это легкомысленно, конечно. Павел Валерьевич, вот то, что Вы говорили о питании. Можете сейчас несколько слов сказать для людей, которые вот уже больны, какие-то определённые советы им дать? Потому что всё оказывается так непросто. Да, самый простой совет. Мне понравился очень. Один мой пациент на них пришёл. Ну, мы с ним говорили, он сам понял, что, конечно, уже в плане набора веса он уже дошёл до какой-то совершенно критичной черты. И тут мне понравилось, приходится, кинул 30 килограмм за год. Я говорю, ну, как удалось? Он говорит, Павел Валерьевич, да какие тут могут быть диеты или советы? Он до этого кучу диет перепробовал, ничего не помогало. Говорит, конечно, как Вы и говорили. Единственное, что может помочь, надо меньше жрать. То есть, он по моему совету, я ему сказал, первое, ограничить все порции, которые, ну, до этого ел, да? Вот накладывай себе привычную порцию, потом бери и треть убирай в сторону. Он стал делать, треть убирает. Уменьшит количество сахара, потому что это чисто кристаллический химический элемент. Уменьшит количество соли, потому что она задерживает жидкость, но не там, где надо в организме, а в первую очередь на живот идёт. Приходит пациент, вроде неполный асмол, вот такой пузо, и он думает, что это жир, а это часто вода. Значит, надо скачать воду, для этого, в первую очередь, надо уменьшить количество потребляемой соли. Дальше. Ну, не есть после шести, это мы все знаем. Ну, надо так. Ну, действительно нужно, действительно это работает, не есть после шести. После шести хочешь покушать, съешь фрукты или овощи, только сыры, не варёные, не жареные, а просто сыры, фрукты, овощи какие-то. И теперь, может быть, один из главных вопросов, об этом я пишу во всех своих книгах, это вот новая информация, которую мы знаем, чего категорически нельзя. Никакие мясные нарезки, сосиски, сардельки, колбасы. Павел Валерьевич, у нас звонок, давайте ответим зрителю. Алло, мы вас слушаем внимательно, говорите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, я из Брянской области. Очень приятно, Татьяна. Страдаю артрозом второй и третьей степени коленных суставов. И вот знакома с методикой доктора Евдокименко с упражнениями по его методике, книгу читала. Я вот хотела спросить, именно делая упражнения, можно ли настолько достичь избавления от этих болей и как-то освободиться вообще от артроза? Спасибо Вам за вопрос. Ну вот поверите, никакой рекламы в этом нет. Мы не рекламируемся с женой. Наш метод, который мы с ней создали, он не нуждается в рекламе. Ко мне и так не попасть на прием, люди по полгода ждут. Но вот действительно гимнастика настолько эффективна, что люди, которые делают гимнастику, даже если он не принимает никакие лекарства, помогают. Вот для примера, ветеранская сборная России по регби, был у меня пациент, начал делать нашу гимнастику. У него были развалившиеся колени, он уже на свои турниры еле-еле ездил, но начал делать нашу гимнастику. Одним смеялась сначала вся его сборная, ну наша ветеранская сборная России по регби. Через полгода все они делали эту гимнастику. Замечательно. Павел Валерьевич, мне пообещал, я могу с гордостью сказать, что как-нибудь его очаровательные супруги, они даже продемонстрируют нам несколько основных упражнений из этой гимнастики. Но сейчас мы прорвемся, у нас небольшой перерыв и затем продолжим программу. Итак, мы продолжаем программу «Ваш доктор». Говорим сегодня о заболеваниях в суставах. У нас в гостях Павел Валерьевич Евдокименко, автор многочисленных книг по заболеваниям опорно-двигательной системы, врач-ревматолог. Павел Валерьевич, продолжим разговор с темой питания при артрозах. Все-таки, я думаю, что немножко подробнее. Да, мы немножко не закончили. Да, пожалуйста, будьте добры. Ну, еще раз напомню, о чем мы уже начали говорить. Убираем, снижаем, не убираем, снижаем количество сахара в питании, снижаем количество соли. Не надо это все отменять, надо просто снизить. Убираем количество порций. Количество из порций, треть, да, примерно, если человек полный. Это мы говорили пока еще для людей полных. И теперь... Колбаса. Не едим после шести, да, и переходим, уже не важно, человек полный или нет, если у него есть артроз. Что ему надо вообще исключать? В силу того, что сейчас все полуфабрикаты мясные накачиваются консервантами, вы все это знаете, наверное, консерванты очень плохо действуют на суставы. Они вызывают даже такое, ну, подобие подагры, даже у здорового человека со временем развивается. То есть, которые вообще не имеют предисположенности даже к подагре. Так вот, что надо убрать? Значит, любые мясные нарезки, колбасы, сосиски, сардельки. То есть, вот все, что, грубо говоря, такого химического производства. Мясо. Мясо тоже пичкается консервантами. Любое мясо, которое вы покупаете. Но если у вас нет только знакомого фермера, у которого вы уверены, чистое мясо. Поэтому, что делать с этим мясом? Во всех своих книгах пишу. Первое. Постарайтесь реже мясо жарить. Чаще его надо тушить. Или варить, чтобы из него консерванты ушли. Нравятся вам колбасы? Делайте колбасы свои домашние. Взяли кусок мяса, потушили или отварили. Порезали. Сделали его вкуснее с помощью, не знаю, хрена, зелени, там, чего угодно. Каких-то вот вкусных таких вещей. Специи натуральных. Да, и взяли эту колбасу, которую вы сами сделали на работу, да, вместо того бутерброда с нарезкой, который вы там купили где-то в магазине уже готовой. Потому что я помню, я в течение месяца покупал нарезку. Три тоненьких вообще лепесточка нарезки. Не поверите, за месяц, смотрю, живот начал расти. Прекратил есть эту гадость. Живот сходил месяца три. Залезаю на форум производителей всех этих нарезок и читаю, чем они пичкают вот это вот всё. Это ужасно. Об этом все слышали, но ещё раз мы об этом, давайте скажем, что для суставов это очень вредно. И для почек очень плохо, кстати. Теперь ещё один вопрос, что надо сделать, чтобы суставам было легче жить. Когда вы варите суп, пожалуйста, варите супы овощные. Не нужны нам мясные бульоны, не слитые, не слитые, это не важно. То есть мясные супы не делайте. Сделали овощной суп, хотите, чтобы он был как бы мясным, побросайте туда кубики нарезанного мяса. Но не варите суп на бульоне. Мясные бульоны, мясные супы наши с вами предки ели от крайней нужды. Ну, представьте, крестьянин, конец зимы, у него в подполе завалялось уже что-то, уже что-то там перегнившие, там, не знаю, овощи какие-то, всё. А кушать хочется, еды нет. Он брал эти кости, бросал. Но в этих костях в том мясе ещё не было консервантов, его ничем не пичкали. Он бросил кастрюлю, туда бросил эти остатки овощей. И вроде получилось вкусно, назвали это щи, это борщ, но это только от бедности ели. Меня пациент спрашивает, а вы что, не едите супы? Да я вообще не ем супы, никакие. Но если я захочу суп, я съем суп сваренный на овощах, исключительно. Павел Валерьевич, мне жалко прерывать вас, но у нас телезрительная провод, где отвечаем, алло, мы вас слушаем, алло. Алло, говорите, пожалуйста. Алло. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Лена из города Лобни. Ваш вопрос. Хотела спросить вот такой вопрос. Мне доктор сказал, что свежие помидоры очень влияют на суставы. Правда это или нет? Я вот всегда удивляюсь, вот эти байки в ряде помидоров или каких-то еще фруктов, овощей, откуда они берутся? То есть, да, когда-то предполагали, что то помидоры, то еще какой-то фрукт, овощи обвинят в развитии болезни суставов. Но при дальнейшем рассмотрении выяснялось, что нет, на суставы они не влияют. Единственное исключение, есть пациенты, небольшая группа, у которых тот или иной фрукт или тот или иной овощ вызовет что-то типа легкой аллергической реакции, которая в том числе может идти на суставах. Но в целом это большая редкость. Единственное, надо сказать, что, конечно, и фрукты, овощи сейчас, вот часто покупаем такие химические, их там обрабатывают особым образом, они, конечно, не очень полезны. То есть, вот те обработанные фрукты, овощи. Поэтому, дорогие зрители, сейчас пока лето и будет еще осень, вот стоят бабульки, они вырастили на своем огороде какие-то фрукты, овощи. Да, они на рынке такие красивые, да, такие внешне правильные, а потом внутри резиновые. Вот их не надо есть. Покупайте овощи. Вот я, например, у нас приезжает машина фермер, привозит свои помидоры, свои огурцы, вот я к ним бегу, покупаю. Потому что я знаю, что они сами вырастили, это не перекупщики, их не везли из далекой Греции или Испании, и они вот настоящие, свежие. Конечно, старайтесь покупать такие. Пока лето и будет осень, надо себя пичкать вот именно этими продуктами. И у нас есть следующий звонок, отвечаем, алло, мы вас слушаем внимательно. Говорите, пожалуйста, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Любовь Семеновна, я со Ставропольского края. Очень приятно. У меня деформирующий артроз и ещё есть такое заболевание, атеросклероз в сосудах нижних конечностей. Вот то, что вы говорите, гимнастика, питание, это для меня тоже можно не воздерживать? Ну, конечно, в первую очередь, именно вот для таких пациентов это нужно в первую очередь. И тот же атеросклероз, который часто сопутствует с заболеванием в составе, говорит только о том, что вы или мало двигаетесь, или у вас движение в корне неправильное. То есть то, что вы, например, если вы в огороде где-то ковыряетесь, это не то движение, когда человек стоит, извиняюсь, на карачках, да, или скрученной позе, или сидит на корточках, у него пережимаются сосуды кровеносные. То есть именно вам вот такая гимнастика, медленное, плавное движение ногами, вам это нужно в первую очередь, потому что именно она прокачает ваши сосуды кровеносные, ваши суставы, и действительно болезнь постепенно будет уходить. Только не надо думать, что это случится в один день. Свою болезнь человек зарабатывает годами, понятно, что какое-то время на лечение ему понадобится. И опять же не забывайте, что помимо гимнастики и правильного питания, мы говорили о третьем факторе, это те вещества, которые называются хондропротекторы, которые, ну, нужны для подпитки суставов. Их сейчас очень много, в любой аптеке придёте, скажете, вот, хондропротекторы там, то есть они могут продаваться под разными названиями. Сколько минимум нужно такой препарат? Год, полтора? Три месяца надо пить, и это как минимум раз в году надо повторять. Понятно. Цены самые разные, можно купить там, условно говоря, за 200 рублей, можно за 1000. Как профилактику можно пить? А вот этого делать не надо. Не нужно, только когда диагноз. Ну, зачем пить как профилактику, если человек из здоровых суставов? Они могут никогда и не заболеть. Павел Валерьевич, к сожалению, я вас должна прервать. Сегодня мы остались недовольны, потому что мы удовлетворяемся только, когда наша программа будет представлять полное собрание ваших сочинений по поводу суставов и других заболеваний. Очень интересно вы рассказываете. Я приглашаю вас и вашу очаровательную супругу принять участие ещё в наших программах. И телезрители с большой радостью отзываются на всё, что вы говорите. Спасибо. Спасибо большое. Первая часть нашей программы подошла к концу. Я напоминаю, у нас сегодня у гостя был Павел Валерьевич Евдокименко. Врач-ревматолог, автор многих книг по заболеваниям опорно-двигательного аппарата человека. Мы с вами увидимся через несколько минут. Уважаемые телезрители, не переключайтесь.